Вор в законе Астек Чухумский Жить быстро, умереть молодым Пожалуй, этот спорный девиз подходит не только для рок-звезд, но и для криминальных авторитетов Ведь, к сожалению, жизнь человека, который решил связаться с незаконной деятельностью, может трагично оборваться на самом ее рассвете вследствие разборок и кровавой мести преступных группировок Астамур Валеревич Гулия, вор в законе, выходец из Абхазии, прожил всего 31 год, и был убит Причем даже по меркам криминального мира это убийство было очень жестоким и вызвало большой информационный резонанс Незаконная деятельность родился Астамур Гулия в абхазском городе Гудауте Произошло это 23 апреля 1981 года Точно неизвестно, какими были детские и юношеские годы будущего вора в законе, но известно, что его воровская деятельность была связана с Абхазией Также, по неточным данным, он имел интерес в географически близком к Абхазии регионе, в Сочи и прибрежной части Краснодарского края, куда нередко приезжал ради посещения воровских сходок и, возможно, ради встреч с проживавшими там родственниками 24 января 2002 года 20-летний Астамур Гулия попался на совершенной краже Это произошло на станции московского метро Кузьминки И уже в апреле того же года его судили за это правонарушение Однако Астику повезло В места лишения свободы его не направили, а лишь присудили условный срок длительностью в два года В дальнейшем он явно не отказывался от незаконных деяний, но судим и задержан больше не был Принадлежал к так называемому Абхазко-Тбилисскому клану криминалитетой на пике своей карьеры Видимо, уже не занимался кражами самолично, а только возглавлял воровскую деятельность Коронация вором в законе Астик Сухумский успел побыть всего месяц, увы, последний месяц своей жизни Его короновали на сходке в Дубае, и произошло это событие 10 декабря 2012 года А организаторами сходки были тбилисские законники Джема Микеладзе и Томас Крашенадзе Саму кандидатуру Гулии выдвинул Мираб Джангвеладзе Вместе с Астиком подходы на той сходке были совершены к еще 16 ворам Для чего было нужно такое массовое пополнение воровских рядов? Дело в том, что противостоящий деду Хасану преступный клан, очевидно, готовился к обострению в войне кланов и хотел усилить собственную численность, то есть, тем самым, влиятельность К тому же, близилась Сочинская Олимпиада, а для криминалитета подобные события тоже являются значимыми с точки зрения возможности осуществлять разные выгодные дела Потому за влияние в регионе стоило побороться А проведение сходок далеко за пределами постсоветского пространства было, в определенном смысле, модным в те годы Это подчеркивало возможности воровских группировок тратиться на показательно роскошные мероприятия Но, кроме того, отдаленность от мест прописки, проживания и незаконной деятельности участников становилась залогом безопасности Так как в РФ подобные мероприятия нередко накрывали представители органов правопорядка Впрочем, Хасановские не признали результата в той дубайской сходке С точки зрения этого могущественного клана, все новоиспеченные воры стали считаться самозванцами Это было значимым моментом, сыгравшим в итоге роковую роль в судьбе Астика Сухумского Во-первых, воровское сообщество действительно признает ворами лишь тех, кого могут признать все кланы, даже враждующие Во-вторых, незаконное, самовольное, необщепризнанное именование себя вором в законе Это серьезный проступок, который мог караться вплоть до убийства В чем, разумеется, были заинтересованы враги группировки, в которую входил Астам Ургулия В-третьих, на тот момент в криминальном мире был объявлен мораторий на то, чтобы проводить коронации Так как небезосновательно были причины считать, что кланы начали бы короновать своих сторонников без достаточных на то оснований или ради коммерческих интересов А сходка в Дубае нарушала условия моратория Противостояние с кланом деда Хасана Астам Ургулия противостоял клану Хасана уже давно Когда он стал вором в законе, представители Аслан Усаяна предложили Астику отказаться от данного титула и попросить прощения за недостойный поступок перед воровским сообществом Однако гордый абхазец отказался, хотя явно понимал, что этим навлекает на себя большую опасность А 16 января 2013 года, в Москве был убит сам Аслан Усаян Серьезные люди и что покушение планировалось давно Утративший самого влиятельного криминального авторитета постсоветского пространства, короля воров, клан Хасановских стал жестко расправляться с врагами и потенциальными заказчиками Естественно, даже не дожидаясь результатов официального расследования Убийство с мотивом мести 18 января 2013 года Поздним вечером, Астик Сухумский выходил из ресторана «Басла», который располагался в центральном районе города Сухуми Вор, а с ним и еще несколько человек, шли по направлению к автопарковке, где должны были сесть в стоящий там транспорт Но из припаркованного неподалеку Мерседеса по идущим людям открыли стрельбу из автомата Калашникова Причем по количеству попаданий стало очевидно, что запланированной жертвой был имя Астик Сухумский Молодой законник оказался серьезно ранен В него попало семь пуль, причем пять из них в грудную клетку Кильеры, разумеется, мгновенно уехали, причем автомобиль, из которого велась стрельба Ради конспирации и невозможности сбора улик был подожжен и брошен возле Сухумского фуникулера В довольно безлюдном месте А раненого Гулью быстро отвезли в больницу Но, увы, такое количество пулевых ранений оказалось смертельным Усилия врачей оказались напрасными, и 31-го летний Астамур Гулей умер 19 января 2013 года Года точка прямая черта Похоронили вора на кладбище в его родном городе Гудауте Похороны состоялись 23 января 2013 года На них присутствовали несколько близких к Астику Сухумскому воров в законе